всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 6 августа и вот теплица моей почти вся уже обобрана к этому времени это вот теплицы для раннего потребления там видите вот эти вот вот там единичные висят а вот вова путин ботеет несколько штук но я специально все я уже обобрала и уже семена с них выдавила но я специально перед тем как ободрать окончательно штрауха решила показать вам его еще раз потому что этот томат прошлом году многих заинтересовал не всем хватило семян в прошлом году потому что у него у меня было его мало я только начала разводить и вот в этом году я еще раз хочу рассказать о нем для тех кто ни разу не выращивал этот сорт я расскажу какие особенности у этого штрауха он немного похож на юбилейный тарасенко видите также такие богатые увешанные кисти но у него только нет такого носика и он немножко конечно отличается все они томаты вроде бы похожи но на самом деле они все разные вот это штраух родина у него германия я долго хотела его потому что я читала что в германии это самый продаваемый сорт что вы выращивают больших теплицах потом в супермаркетах продают они ценят и вот такую эстетическую идеальную такую красоту что стопроцентный выход товарных плодов он не бывает не уродливый не с трещинами вот я вам сейчас покажу смотрите нет никаких зеленых пятен у плодоножки нет никаких не трещинок и вы видите что вот вся эта дружная компания вот они все висят они все почти стандартные вот как на фабрике сделаны как штамповка но они еще и плотные такие долго хранятся их легко транспортировать и вот поэтому для продажи вот в торговле в германии они их очень любят но это я конечно читала статьях сама я не была в германии именно такие плоды идеально для торговли и красивые они правда не очень крупные от 110 до 250 граммов но что интересно они на всей длине вот смотрите идут идут такие они же не мельчают они так и идут такие и на самом верху ой подождите проводом зацепился что-то они тут тоже такие же я сейчас подальше уйду и я покажу вам как он у меня и еще его достоинство это продолжительное плодоношение вот в то время когда я все эти крупноплодные я уже оборвала не будут же крупные на потолке висеть а этому томату я разрешаю я в начале лета помните говорила что я сильно его не окорачиваю я оставляю стеблей много он все равно не мельчает у правда кисти подламываются под тяжестью плодов и вот он два метра вырос пошел дальше я его дальше вот по дуге сюда привязываю он не болеет до самого-самого смотрите вот он еще цветет листики все хорошие все зеленые без единого пятнышка хотя уже он здесь довольно таки давно единственное что плохо у нас вот аномальная жара видите они здесь поджариваются они вот когда упираются в эту стеночку они поджариваются а так он сохранился все растения листья зеленые такие же свежие но в таком же виде как я его высаживала это очень такой ну устойчивый к различным заболеваниям а посмотрите какая красота вот эти гроздья я прям не могу я захожу и просто любуюсь так что еще о нем можно сказать конечно его можно для еды его можно для консервирования я буду когда дегустировать я вам все еще подробно расскажу но вот это прекрасный представитель мелкоплодных томатов с очень продолжительным плодоношением с очень легкими плодами вот эти зеленые которые не дозреют я положу в подвал на хранение потому что они мне кажется еще месяц целый будут там образовываться вот эти цветочки даже может быть от цветут завяжутся легкий красивый продолжительное плодоношение не восприимчив к заболеваниям вот в прошлом году у меня было к сожалению очень мало семян я только начинала разводить всем желающим не хватило в этом году у меня и в этой теплице и в той теплице я насадила семян будет много так что можете попробовать вот это вот как сказать пришельцы из германии попробовать вырастить но мне очень нравится и вот посмотрите какая красота они главное все идеальные никаких трещин хотя я здесь тоже воду заливаю и кто-то уже полопался чудо земли вот все растрескалась но она конечно огромная а вот они держат себя в руках именно что идеально для консервирования потому что они плотные и у них шкурочка вот это вот она держит форму и еще немаловажно у меня номер 144 в каталоге это именно сорт они гибрид хотя он очень похож на гибридные томаты они живут такие идеальные формы их много они не восприимчивы к болезням но это именно натуральный сорт и с него вы сможете взять семена и на будущий год посеять своего штрауха и потом ну как если вы заготовите на будущий год сможете посеять вот может быть на следующий год и в вашем огороде появится вот такой немецкий сорт штраух мне очень нравится но это вот как и юбилейный тарасенко и штраух чем-то похоже но не могла еще с этой стороны вам не показать вот проползла и смотрите как будто яблони вся улеплена яблони вот это вот многодетный штраух очень